Привет, друзья, на очередном выпуске телепередачи «Как это снято». И сегодня у нас будет очень интересный пример фотографии, которая является, наверное, безусловным хитом в моей мастерской по естественному свету. Этот референс действительно очень удачный, потому что в нем одновременно можно увидеть две основополагающие идеи изначально съемки с контрастным светом. Мой принцип, наверняка многие из вас его уже слышали, он очень прост. Он гласит, что нужно снимать светлое на фоне темного, а темное на фоне светлого. И вот на этом референсе это как раз отлично и видно. У нас фигура слева — это отличный пример съемки силуэта на светлом фоне, а фигура справа — это отличный пример, в свою очередь съемки светлого ореола. Ну, в данную ситуацию мы снимаем именно как с контровым светом, с задним, как ореолом, на фоне темном. Вот. Что-то подобное в одном из выпусков передач вам Леша Гадин покажет, но с искусственным светом. Там будут немного другие акценты, но тоже интересно. Я думаю, что вы увидите и прочувствуете разницу. Ну, а самое главное, что в любом случае сегодня мы будем делать этот урок, используя только естественный и доступный свет. Собственно, именно поэтому вот эта картинка, вот этот прием я в мастерской рассказываю как один из базовых, потому что он очень универсальный. Сделать подобную фотографию вы сможете практически в любом помещении, в котором у вас будет доступен естественный свет. Но единственное условие для того, чтобы повторить такой кадр, нужно, чтобы свет вот этот от одного источника, от окна был доминирующим. То есть, чтобы у вас, ну, как минимум, помещение было темным и не содержало других источников света. Тогда у вас все получится, собственно, как это все работает и происходит. Мы сейчас убедимся в этом на практике. Делать эту фотографию мы будем таким образом. Для начала мы поставим наших моделей. Кто бы это мог быть? Неужели опять Саша с Аней друг напротив друга? А потом начнем воссоздавать все необходимые условия для того, чтобы получить такую картинку, как на нашем примере. Итак, модели стоят. Я беру камеру, я пошел. У нас в референсе девушка немножко пониже смотрит снизу, но так как квадрицепс у тебя не железный, ты можешь его пока поберечь и постоять просто напротив друг друга. А мы, да, а мы будем... Что первое нам нужно сделать? Нам нужно получить естественный свет. Давай откроем окно и давай откроем его сейчас широко. А, ну и параллельно сразу я выключу весь свет, который у нас есть внутри, потому что, как бы, раз уж у нас это все на съемке естественным светом, то вот эти все софиты нам не нужны. Окей, мы выключили свет. Нам сейчас помогут еще ассистенты выключить весь остальной. А вы наверняка видите, как выключается свет в зале и пропадают вот эти вот на щеках рефлексы у ребят, потому что, как бы, если мы не выключим... Вот у нас еще наверху остался свет. Вот сейчас он последний пропадет. Сейчас мы видим, да, что щека вот подсвечивалась, Аня, все, свет ушел. Теперь мы уже наверняка на той камере, я не знаю, видим или не видим. Почти видим уже вот этот силуэт на фоне темного, да? Класс. Сейчас у нас окно открыто совсем чуть-чуть, и поэтому в комнате темно, и мы сейчас уже получили, в принципе, ту картинку, которая нам нужна. На всякий случай, чтобы всем было понятно, если мы сейчас откроем полностью шторы и откроем вот это все огромное трехметровое, пятиметровое окно, во всем помещении станет светло. У нас уже не получится получить такую картинку, потому что количество света вот отраженного, возвращающегося, будет большим, и мы опять увидим вот всю щелку Ани уже не силуэтом, а просто увидим ее освещенной на фоне. Да, вся щека у нас вылезет. Поэтому цель добиться какая? Помещение должно быть темным. Либо оно с темными стенами, либо мы оставляем только узенькую щелочку от окна. Саш, давай еще чуть-чуть закроем окно. Оставим только узкий такой промежуток. Да. Ну вот так, например, отлично. Все, вот теперь у нас света в комнату заходит мало. Почти нет отраженного света, который бы, ребят, подсвечивал с вот этой стороны. Есть только свет оттуда, который будет у нас чисто контровым. Итак, становимся друг напротив друга. Чуть-чуть поближе. У нас дальше все, в общем-то, будет происходить исключительно в моей камере. Зачем? Я слежу. Затем, чтобы Сашу вписать так, чтобы он рос из вот этого вот темного. Участка, чтобы позади него не осталось светлого. Вот. Но при этом Аня у нас была целиком исключительно только на темном фоне, потому что если Ани нос залезет на светлый оконный проем, все, магия разрушится и будет не то. По поводу настроек. Мне кажется, самый простой способ найти необходимые настройки, это просто включить вашу камеру в режим Live View. В режиме Live View, и, естественно, при этом вы переключаетесь в мануал, чтобы все настройки у вас были, в общем-то, так как, я не знаю, вот у старых Nikon'ов, у них не отображает в реальном времени экспозицию, у Canon'ов точно работает. То есть вот я смотрю на свой экранчик, кручу в ручном режиме выдержку и диафрагму, чтобы увидеть глазами ту картинку, которую я хочу получить. Собственно, вот она примерно и есть. Все, что мне осталось сделать, это нажать на кнопку, правильно скадрировать и нажать на кнопку. Так, а выйдите еще чуть ближе ко мне. Почему я это делаю? Потому что там, получается, чем ближе ребята стоят к этому проему, тем как бы он шире относительно них получается, да? Поэтому нам надо он поуже, вот так, отлично. Ты можешь, Ань, чуть-чуть поближе подвинуться. Так, смотрим. Ань, чуть-чуть назад теперь. Вот так, хорошо, чуть светлее, хорошо. Снимаем. Вот так, да, хорошо. Ну, собственно, кадр есть. Все, теперь буквально чуть-чуть магии в Lightroom, скадрировать. Я пошел за стол. Итак, снимок, по сути дела, уже готов. Все, что нам осталось, это чуть-чуть аккуратнее его подкадрировать. Может быть, еще немножко усилить контраст. И, собственно, вот. То есть, как видите, при понимании, как все это работает, такую фотографию сделать очень просто. И это может быть отличный прием, которым вы сможете пользоваться, в принципе, на каждой своей съемке. Если это видео вам понравилось, то жду вас в своей мастерской по работе с естественным светом, где вас ждет более пяти часов подобных видеоуроков, а также возможность закрепить полученные знания на практике, на двух домашних заданиях и большой курсовой работе. Все ваши присланные работы я буду оценивать лично, проверять, указывать ошибки. Так что это будет очень полезно и круто в плане пополнения своей базы приемов и своего портфолио классными карточками. Ну и, кроме того, я думаю, что мы с удовольствием продолжим эту рубрику, поэтому присылайте любые ваши предложения, вопросы по поводу, какие еще приемы хотелось бы вам увидеть в рамках вот этой нашей передачи. И на этом заканчиваем. Всем спасибо и пока!